Белгороднестровскам подвели итоги прошедшего учебного года и наметили планы на новый 2014-2015. Детские садики перегружены. В этом году в дошкольные учреждения Белгороднестровского смогли попасть чуть более 2,5 тысяч малышей. Однако имеются законсервированные группы. Они могли бы решить проблему, считает начальник отдела образования. Пришла пора использовать здания детсадов по их прямому назначению. Упомянула Людмила Муржа-Романенко и новое введение в дошкольном образовании. Продолжила работу автоматизована информационно-аналитичная система регистрации детей дошкольного века, которая с одного боку простила, сделала более прозорую процедуру зарахования детей, с другого выявила отдельные трудности. В частности, не предназначена регистрация детей до двухречного века, которая, соответственно, закону Украины про дошкольную освету, может зараховываться до детских садков. На питание одного дошкольника возрастом от года до трех в ДНЗ выделяется 9 гривен 85 копеек. Для малышей 3-6 лет – 13 гривен 10 копеек. Денег недостаточно, признают чиновники. Они составляют лишь 74% от необходимой нормы натурального питания. А оздоровиться и отдохнуть в этом году за счет местного бюджета смогла лишь половина детей города. В прошлом учебном году в школах Белгороднестровского Сергеевки из Атоки занималось почти 6 тысяч учеников. Качество обучения пусть и ненамного, но улучшилось, считают в Горано. 25 выпускников стали золотыми медалистами, пятеро – серебряными. Кроме обсуждения насущных вопросов и проблем отметили лучших педагогов – грамотами областного и городского отдела образования. И по традиции поздравили молодых учителей, которые в этом году впервые приступают к своей работе.